Регламент у этого экзамена стандартный. За 15 минут нужно грамотно прочитать текст, пересказать его с включением предложенной цитаты, а также изменить высказывание в трех стилях и обсудить его с экзаменатором. Есть критерии, по которым оценивается правильность речи, умение строить высказывание, дальше гибкость речи, высказываний, которые используются ребенком, умение прочитать, пересказать. Устное собеседование для родителей практически копия испытания, которое проходят девятиклассники. Без зачета школьника не допустят к сдаче ОГЭ. Поэтому, на первый взгляд, несложный и недолгий разговор с преподавателем может ввести в ступор даже круглого отличника. Сегодня родители прочувствовали это на себе. Немножко, знаете, как в школе раньше потряхивает, так переживаю, но думаю, я справлюсь с этим. Русский язык, литература – это самый главный предмет, это общение людей. А то сейчас дети у нас, получается, все в телефонах, а разговаривать и общаться с друг другом не умеют. Больше, знаете, как сыпы, окей в телефоне, быстрее набить, напечатать, нежели рассказать какие-то мысли и свои переживания. Собеседование для родителей пока что эксперимент. В этом году его проводят впервые, чтобы мамы и папы знали, к чему готовить детей и могли оказать поддержку перед экзаменом. Девятиклассники будут проходить испытания 9 февраля. Формат участия – очный, но если ребенок заболел, возможно сдавать его дистанционно. Собеседование юного конкурса.